Лестницы уже нет. Это единственный хвосток от Москвы, крепостный театр. Там замечательная, совершенно холодная. Хоры, по которым крепостные поднимались отдельно. И здесь вся лесть, по-моему, того времени. Потому что Ржон Кухен был предвоенцем в полянстве. В 1740-е годы он вообще входил в военный совет, Паржевский корпус возглавлял. И его брат Сергей и Петр, они были именовлыми, похоронены у нас в физическом мастере. Они в галерее Дова, один рядом с Александром I, второй рядом с Барханом Духовым. Это очень известный родник. Батюшка Федор Федорович ждал рядским губернатором, сенатором, тоже, по-моему, известным. А Вишнякова, она была из рода в тех самых Стрелецких головах. Вот у нас строится Троицкая церковь, сочетание Стрелецких головах на Теревоке. Это была там Стрелецкая Вишнякова, что вы подумали. И у нас в Казани тоже была Вишняковская вода. Вот. И такой здесь, как по-моему, театр чудесный. Ну, Казахович, вход был оттуда? Нет, вход. Вот здесь вот лестница была. Это какого года построить это? Самое раннее, 1780-х, вот у нас водческие потолка. А это уже архитектур Пятницкий. Петр Гаврилович, который строил университет у нас. Она в стиле высокой классики. Перестраивался. В 1830-х годах. Это в расширенной части. В принципе, при желании, наверное, можно влезть, но это очень стрёмно. А то, может, и это обвалит. Да, еще и обвалит. Горела даже, вы знаете, она горела. Да, мне кажется, горела. Ага. Почеревшая. Это трудится уже, какой момент. Что. Она была предаватель в кандалске дворенства Желтухина. И у Желтухина было три брата. Один брат, Петр Желтухин и Сергей Желтухин были генералом. Они забыли, мы были, горе, горе. Один молдавский диваны возглавлял, а второй был генерал-инспектором пехоты, всей пехоты российской. То есть такие звучные имена достаточно. И они изображены в галерее Дового. Один с Александром I, второй с Баклоем-де-Толе. Один в верхнем ярусе, похоронен у нас в физическом монастыре. А их брат, который владел этой усадьбы, был предварительным дворянским церковым годом. Возглавлял Пажинский корпус, ходил в военный совет, тоже один из таких видных. У них были балы, они устраивают на улице Воскресенской. На балах у них был Лев Николаевич Толстой тогда еще, студент Казанского университета. Тогда у нас бытность. А в дальнейшем здесь был устроен выкупленным земством первый туберкулезный диспансер. Короткое время был, буквально два или три года. Общество белого цвета такое действовало. Они собирали деньги, достаточно большие. Патронировал Александра Федоровна в 1909-1910-1911 годах. Для детей рабочих здесь был устроен такой профилакторий. В советские годы здесь была школа. Закрыли 10 лет назад, здание активно стало руинироваться. Наверху находится крепостной театр, датированный 1830-ми годами. Вообще, старая часть сводчатая, кто зашел, видел, датирована концом 18 века. Первый владелец был Макаров. А в 1830-х годах, когда он был предварительным гидворянства, расстраивался. Он, кстати, был один из крупнейших пленлордов. У него было около 3000 крепостных. И земли разбросаны Казанской, Оренбургской и войск Донского земли. То есть на большом пространстве. Очень крупный такой владелец был. И мог позволить содержать такую усадьбу. Это самая большая усадьба у нас по объему. И как описывает профессор Корсаков, вот тот самый, который был владельцем соседнего, он здесь идувал неоднократно. Это одна из самых богатых усадьб. Здесь были мебель, мебель, обитая шелками, расписанная твойами, датами, тушками. Это такая перечня. Одна из самых роскошных. Ну и здесь, конечно, есть помощь. Потому что он устраивал постановки, любительских крепостных театров. Это крепостной театр с колонными хорами. Он на втором этаже находится. Но рухлые ветеринки пропасть туда невозможно уже. Буквально еще два месяца назад. То есть рушится на глазах. И на хоры там отдельно, по которым крепостные поднимались, где-то около 6 метров, примерно, от крепостных театров. Вот, к сожалению, твой весь. А то, что касается храма, храм Дейвичный, Дейвичный был построен в 1650-е годы. Здесь история с ним связана очень интересная. Инициатором восстановления этого села был уроженец консильного Арыш-Канзи, Лошадкин. Его отец писал с натурой Николая Второго, закончил селёшнюю. Мы приходили с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. Инициатором восстановления этого села, который приехал. Вот его сын, он был рабочим, завод Великор, для человека. И в Великорде не вставали, с детьми. Вы знаете, что в Саидке в год это человек, и в верующих, там он себя не проявлял, и так далее, и так далее. Он просто был хорошим рабочим, не пил, не курил, и потом уже выступил за идею его создания. И завод Великор, после его на встречу, создали замечательный храм, здесь батюшка молодой. Ну, один из примеров того, что рамы можно восстанавливать, потому что цело-то, ну, такая дремевая жизнь здесь, вот, отсюда, конечно, много, это благодаря личности одного сына, художника, вашего сына. Тоже вот люди, которые все вкусно связаны, что-то близкие, они, ну, какой-то трепетный чувство из них там, головой. Отец был рекоментирован, в конце концов, и ясно, вывозите, где мы очень надо, и он хоть всегда упоминал. То есть он, что-то, ну, что ж, поедем сейчас? Ну, поедем сейчас, пока я беру тебя в боже, что не знаю. Летний вид божественный, я так не знаю, где-то указывает, он не ввозит, он не ввозит, он не ввозит. Но и монетин, Зеленый вид вещества не в основном. Для этого желания,